приветствую зашедших на мой канал текущая тема вирусная информационная сенсация так называемая ложь завуалированная под истеричную правду чтобы расставить приоритеты сразу обрисую обстановку я в курсе о мировых заговорах полную фальсификацию истории и возможно глобальных катастрофах сам против чипизации мобильником пользуюсь только через bluetooth но абсолютно любую поступающую информацию я подвергаю собственному анализу и давно уже понял что ничего нельзя принимать на веру я вообще не верю никаким пропагандистским новостям которые обильно обрушиваются на наши головы со всех радио и телевизионных каналов так как десятки лет преступники захватившие власть в наших государствах используют самые передовые технологии для зомбирования населения и уничтожения в зачатке любого сопротивления мафиозным структурам и я знаю как они это делают республиканские телевизионные радиоканалы я перестал вообще смотреть и слушать более 20 лет российские около 10 лично я защищен от технического и биозомбирования поэтому все вижу так сказать в голом виде как бы информационный поток не пытались завернуть в яркую обертку уже много лет участвую во многих разоблачениях как пример фальсификации взрыва минска метро 8 лет назад где с другими народными экспертами мы безоговорочно доказали преступления спецслужб да еще более 20 лет назад я сразу понял как было захвачена власть у нас и как массово проводился обман с начала майдана оккупации крыма избитого боинга мною было проведено множество исследований из собственных экспертиз где вычислял настоящую истину а не то что преподносили преступники со своих пропагандистских информационных площадок с массовым развитием интернета мировая мафия все ресурсы бросила на ее контроль и особо это стало заметно в создании глобального психоза и преднамеренного обмана теперь не только с телевизором вам втирает всякую дичь и пропаганду созданы целые организации которые стараются увести сознание населения земного шара в им нужное русло а точнее полное атрофирование и забвение и одной из главных составляющих пропаганды и подчинение сознания является страх вам устраивают цирковые представления виде терактов это я про взрывы домов метро и самолетов создают животную истерику распространяя различные страшилки про некие заговоры и массовые уничтожения причем на самом деле из этих страшилок процентов 10 20 является правдой но остальное грязная ложь в этом и заключается основа матричных технологий на маленькой толике о правде внушить хомиком что и и все остальное чистейшая правда вот и пару недель назад я наткнулся на некое истеричное воззвание от некого святоши по крайней мере он сам себя так нарек святой отрок и вот этот отрок предложил всем покинуть города и бежать не знамо куда так как оказывается нас атакуют уличные фонари наступил апокалипсис конечно с этого можно было только поражать но киновзгляд на его канал увидел много чего как бы злободневного тут и чипизации происки фсб и три шестерки голограммы паспорта предсказания старцев чудеса так как я все-таки спец в этих делах решил немного проанализировать хотя бы этот ролик как оказалось про фонарные столбы у него уже была раньше публикация и оказывается в этом материале выступает далеко не рядовые персонажи этой теме посвящены мировые конференции конгрессмены правительства серьезные информационные агентства а главное оказывается то ли марк стил то ли энтони с высочайших трибун вещает абсолютно серьезно об страшнейшей опасности мирового заговора и оказывается у некий самый лучший эксперт по военному электронному вооружению мало того он сам его создавал для того чтобы вести вас тему и понимание сути я нарезал и жал основные моменты этого жесточайшего бреда как самого отрока так и стила благослови Бог наш всегда на непрестных кипиков аминь христос воскресе братья и сестры сегодня ваше внимание предлагаю два ролика из англоязычного интернета о том как в обыкновенные уличные фонари внедряют боевой электромагнитное оружие посмотрите пожалуйста внимательно и сделать для себя вывод если вы живете в городах из городов надо уходить уже лет 20 назад наверное сейчас уже без определенных последствий это сделать не сможете просто но если есть возможность надо уже уходить потому что завтра уже может быть гораздо позже чем сегодня посмотрите пожалуйста эти два ролика взяты из британского интернета человек живет в великобритании и там к нему в руки попал этот фонарь он его разобрал оказался специалистом и очень доходчиво объясняет что обозначает каждая деталь в этом фонаре для чего она предназначена как воздействует на людей что не только разрушать здоровье но еще и может отслеживать поведение человека причем это на оружие целенаправленного действия является боевым вот и подумайте что с вами в городах будет после того как запустят на полную катушку технологию 5g несколько зон в москве уже этой технологии перекрыты как похвалился один из руководителей проекта по внедрению этой технологии ну и со следующего года вроде как собираются технологию внедрить везде вот посмотрите пожалуйста если вот рядом с вами такие фонари находятся и еще и вышка рядом то мне кажется было бы просто преступление против своей семьи собственной против детей против жены и против себя самого оставаться жить рядом таком вот районе с такими фонарями недавно было в областном городе буквально там эти установки 5g установили на всех котельных опоясывают все трубы вот эти кирпичные я посмотрел и подумал ну это я не знаю это наверное надо быть вообще слепым человеком чтобы не понимать для чего все это предназначено после того как я посмотрел фильм 5g апокалипсис я у себя собрал все вот эти светодиодные экономичные лампочки которые у меня здесь находятся и и пытался их разбить и очень удивился они за даarda не разбивают а потом их кувалты молотил и тут вдруг понял выкинул так на помойку то есть они сделал до лета так чтобы ну как сказать настройку стatたい оружит raising them оборочных разбил и все а вот эти вот светодиодные лампочки они сделаны таком вас налè's у молотком даже не провалишь а вот в этих фонарях у личных тоже некоторые детали сделал л Democrats и даже невозможно разобрать специалист об этом рассказывает но давайте не будем голословными просто посмотрим ну и делаем Еще обращу ваше внимание на тот факт, что эти светодиоды, которые установлены в уличных фонарях, имеют такой спектр действия, как голубой свет, точнее, исключает голубое сияние, мерцание. В роликах, которые сделали прежде, говорилось о том, что голубой свет используется для того, чтобы размножались внутри человека нановолокна. То есть, запускались действия, и вот этот голубой свет является для них катализатором, что ли, как бы питательный, ну, то есть, при таком световом облучении они начинают размножаться, делиться и расти внутри человека. Вполне возможно, это мое предположение, что вот эти вот фонари, уличные, или в домах светодиоды, они будут использоваться для того, чтобы внутри человека развивалась вот эта вот параллельная электрическая нервная система, для того, чтобы можно было потом управлять человеком. Причем управление это будет идти, то есть, вот это голубое сияние, оно будет осуществляться для того, чтобы размножать эти волокна, и также подавать сигналы из этих лампочек, значит, и уличных фонарей на людей, чтобы можно было управлять их мыслями, поведением, ну, и всем остальным контролировать их. Ну, короче, Оруэлл отдыхает, судя по всему, а святые отцы, наверное, только удивляются сейчас, глядя на нас с небес, тому, что нам придется пережить. Дай Бог нам помощи в это трудное время. С Богом. Здравствуйте. Вы видите оборудование, которое было установлено городскими советами по всей стране. Разоблачитель одного из советов предоставил нам информацию и этот фонарь, так как люди в отделе освещения обеспокоены этой аппаратурой. Эта система — оружие, замаскированное под фонарь. Давайте разберем его и посмотрим, что это такое. Вначале разберем эту часть. Эта антенна. Развяжем вот эту часть. Посмотрим, что это. Это антенна, сканер, считывающий устройство, конденсатор 450 вольт. Это капель для питания системы. Это очень опасная аппаратура. Многие жалуются в городской совет по поводу обмана насчет этой технологии. Совет не говорит правду о том, что это такое. Это не типольная антенна. Посмотрите, это линзовая антенна. HGA. Антенна с высоким коэффициентом усиления. А эта аппаратура нелегальна. Это устройство не одобрено. FCC. Федеральная комиссия связи, часть 15. Это устройство для обнаружения движущихся целей. Считывайте, сканирующая антенна. Это нелегально. Если вы думаете, что советы имеют право сканировать ваш дом, то вы ошибаетесь, так как это преступление закона. Теперь разберем другую часть. Не менее важную. Эта коробка сделана так, чтобы ее нельзя было открыть. Это закрытый блок. Но мы разобрали его на части. Это сама аппаратура и система питания оружия. Этот кабель обеспечивает питание оружия. Многие люди совершенно не обращают на это внимания, что очень глупо. Как вы видите, это кабели для светодиодных уличных фонарей. Они очень тонкие, так как по ним передается не такая большая мощность. Однако вот этот кабель намного мощнее, так как это конденсатор 450 вольт. И на этом куске есть несколько конденсаторов 450 вольт. Это не для светодиодов. Питанием для светодиодов служат только эти тонкие провода. Здесь не нужна мощность. Только абсолютный глупец может назвать это обыкновенным балластом. Вот так преподносят светодиоды для тех, кто в них не разбирается. Это не балласт для люминесцентной лампы, применяемой для обеспечения энергии. Все мы прекрасно знаем, что светодиоды потребляют очень мало энергии. Так что все это не нужно. Нужны лишь эти тонкие провода. Но если вы собираетесь использовать это как оружие, то вам нужно немного больше энергии. И в этом случае в работу включается кабель помощнее. Подключаем это обратно. Это конденсатор 450 вольт. Система питания оружия. А это антенна с высоким коэффициентом усиления. HGA. Она нелегальна. Многие люди в Британии обращаются в полицию, так как это геносит народа. Я сам получил звонок из полиции насчет этого. Я все еще жду ответа от старшего следователя, который должен связаться со мной насчет этого оружия. И как возмутительно то, что городской совет установил непроверенное, незаконное оборудование в качестве уличного освещения. Это не для освещения. Поэтому эти огни и включены постоянно. Есть и другая часть оружия. И сейчас я вам ее покажу. Это сфокусированные линзы. Видите маленькие провода? Они маленькие, так как передают малой энергии. Линзам не нужно 450 вольт. Если кто-то утверждает обратно, то он лжец или глупец, либо совершенно невежественный человек. Это околенные элементы. На них нет защиты. Нет диффузора. Это незаконно. Это система оптического излучения категории 2. Линзы создают точку фокуса. В общем-то, это лазеры. 54-60 нанометров. Это лазеры с фосфорным покрытием. То есть они более токсичны. Они будут убивать, ослеплять, подвергать стрессу клетки сетчатки, разрушать сетчатку. То есть многие люди будут слепнуть, если не будут носить защитные очки. Это оборудование – блестящее оружие, а не уличный фонарь. Это не простые лампы. Это часть оружейной системы. Это можно доказать. Не обманывайтесь. К счастью, у нас есть неоспоримые доказательства, что это оборудование приносит вред гражданам. Поэтому фонари тусклые, и никому не нравятся. Поэтому-то они и ставят их на автомагистрали. Это часть системы умного города. Это радарный сканер. И когда он видит, что вы идете, он может либо увеличить, либо уменьшить пульсацию. Эта пульсация называется мерцанием, и может быть использована как оружие. С помощью него можно использовать травмирование в любое время. Сейчас они пытаются заменить это другим оборудованием, которое стоит несколько миллионов фунтов. И оно уже выглядит не так, как это очевидное оружие. И делается это для сокрытия. Так что это доказательство для судов, что Совет и другие органы пытаются совершить геноцид людей. Я все еще жду следователей с полицией, которым я должен показать все это и рассказать о вреде этой аппаратуры и ее воздействии на людей. Это невероятно. Неопробованная технология. Советы обязаны заботиться о людях. Это экспериментальное нарушение Нюрнбергского суда. Это абсолютно возмутительно и непонятно, как это вообще могло произойти. Что нам делать? Мы должны принять меры, понять, что те, кто устанавливал это оборудование, а также все мы с вами, были дезинформированы. Я получил новый документ о Советах, в котором говорится об отсутствии какого-либо риска, хотя радиация это риск. На самом деле это показывает невежественность и сокрытие фактов. Возмутительное применение этой непроверенной, нерегулируемой в Британии технологии. Настоящее преступление против человечества. Детально рассмотрим светодиоды для тех, кто в них не разбирается, так как многие люди сильно обеспокоены этим. Большинство людей, я бы сказал до 90%, понимают, что это оружие. И я объясню вам, почему это оружие. Любое оружие предназначено для нанесения телесного вреда. Эти светодиоды — оголенные элементы, вызывающие оптическое излучение, наносящее вред. Любой прибор, создающий оптическое излучение, должен иметь диффузор, а здесь его нету. Это сделано специально, чтобы наносить вред. Это оружие. Их производит китайская компания в Жэньчжэне. Излучение Адэтихлав смертельно. У них голубое, люминофорное покрытие. Это голубые светодиоды. Видите желтую точку? Это фосфорное покрытие для придания белого света. Излучение 450 нанометров — это ядные сетчатки. Это наносит телесные повреждения и убивает клетки вашей сетчатки. Более того, это довольно быстро убивает другие живые существа, которые могут находиться поблизости. Например, если что-то летает рядом с лампой. Живые существа не выдерживают излучений, исходящих от этих сфокусированных линз, которые приносят значительный вред. Это оружие, поставленное на ваших улицах невежественными людьми, работающими в местных органах власти. Не было никакой оценки риска, никаких оценок экологических рисков или чего-то другого. Они даже не проводили никаких публичных консультаций, потому что все это провалилось бы, так как это наглядная система оружия. Это сделано с целью нанесения вреда. Это для контроля населения. Это для нанесения вреда. Легко обмануть всех, кто ничего не знает об опасности оптического излучения. Давайте посмотрим на регулятор. Этот регулятор позволяет сканировать окружающую среду, видеть людей и изменять модуляцию света. Это прямоугольная модуляция, пульсовая волна. Я могу заставить кого-либо покинуть местность, используя это как оружие. Совершенно очевидно, что частоты, которые будут использоваться, будут частью этого оружия. Это конденсатор 450 вольт. И он подключен вот к этой части. Давайте посмотрим, насколько опасна вот эта часть. Это то, что включается посылать мощность сначала сюда, а затем сюда. Это питание системы. Некоторые думают, что это просто балласт. Объясняю вам, что здесь нужны чипы для контроля. Они находятся на конце фагела каждой лампы. Здесь совершенно не нужна мощность, чтобы управлять светом. Вся мощность сосредоточена здесь. И это совсем другое. Некоторые безумцы говорят мне, что это дипольная антенна. Это просто глоуны, которые совершенно не знают, о чем говорят. Это право смешно. Достаточно просто посмотреть на эти кабели и увидеть всю мощность, которую они доставляют сюда, к этой системе. Это же очевидно. Здесь нет ничего сложного. Люди должны понять, что это создано для нанесения вреда. И это стоит на наших автомагистралях и наших улицах не для освещения. Эти огни голубые, что токсично для клеток сетчатки, и это установлено специально. Это атака на людей. Люди должны понять, что невежество, жадность и коррупция власти привели к этому. Также видна жадность государства, которая позволяет устанавливать китайское оборудование на улицах, рядом с вашими спальнями, и это может быть использовано как оружие против вас. Это оружие является летальным и абсолютно нелегальным. Фонарь с нами разбирал британский эксперт по оружию Марк Силл. Эти устройства в Великобритании выглядят как обычные уличные фонари. Однако у них есть одна особенность. Они остаются включенными весь день. Люди стали обращать на них внимание, когда под ними стали появляться множество мертвых насекомых. Марка заинтересовала это наблюдение, и он решил разобрать один из таких светодиодных уличных фонарей. Там он обнаружил передачу 5G. Таким образом, Арк Силл пришел к выводу, что 5G на самом деле не нуждается в дополнительных вышках и инфраструктуре, и подкрадывается к британцам, как говорится, через заднюю дверь. Хорошо бы такому эксперту еще предоставить китайские чайники и микроволновки. Скептики скажут, что это Британия, не все в порядке с правительством. Вот они и устанавливают во все фонари глаза Большого Брата. Хотя лично я братом не стал бы называть апокалиптического зверя из бездны. Я заглянул в интернет и увидел, что многие наши города уже давно офонарили такими фонарями, и более того, уже запущены в неусыпную эксплуатацию. Загляните на Яндекс и почитайте заголовки. Новые уличные фонари лишили некоторых кенишемцев сна. В Кенишме днем горят фонари. Уличные фонари Ёж-Королы полностью заменят на светодиодные. В Сургуте заменят старые фонари уличного освещения на светодиодные светильники. 2500 фонари будут заменены на улицах Вологодской области. В Добринке продолжат устанавливать новые уличные светильники. В Батайске заменили 4300 светильников из 6000. Модернизация уличного освещения в городах Кубани. И так далее, и так далее. Идет полным ходом развертывание вооруженных сил противника на всей нашей территории. Только вот наши эксперты куда-то все подевались или переметнулись на сторону противника. Оказывается, в России пошли дальше, в Великобритании и не закупают у китайцев их фонари, электронную начинку для танков. Вот это да. Стрелять из фонари по своим собственным согражданам, да еще и лазерными снарядами. Хотя вряд ли это НПО обеспечит всю Россию боевыми светодиодами. Поэтому и китайцы без прибыли, скорее всего, не останутся. Давайте почитаем еще немного. На центральных улицах Оренбурга сейчас устанавливают новые светильники. Уже смонтировано более 1500 светодиодных ламп. До апреля в Оренбурге будет модернизировано около 17000 фонарей. Но более всего по объявлениям отличился Санкт-Петербург. Такое ощущение, что этот город объявлен целью номер один для облучения. С той лишь разницей, что здесь прямо объявили о том, что во все 145000 уличных фонарей вмонтируют модули 5G. На фонарях установят оборудование систем связи, фото- и видеофиксации и приборов учета. Об этом Росбалту сообщили в пресс-службе СПБ ГБУ Ленсвет, которая займется техническим оснащением световых опор. Вы только представьте себе, сколько раз будет облучен один петербуржец, если он просто прогуляется по Невскому проспекту. За пару часов прогулок но сотню фонарей, я думаю, он пройдет. И представьте себе, что это придется делать каждый день по пути из дома на работу и обратно. Стоя на остановках, вы вообще находитесь под прицельным электромагнитным огнем. Да еще в метро нужно проходить рампи. Добавьте сюда излучение сотового телефона. Это же бомба, братья. Гитлер в аду руками потирает. Это же его ученые придумали электромагнитные пушки 5G. Не думайте, не только на Россию-матушку ополчились фонарные параноики. Во всем мире идет плавный переход замены освещения на облучение. По прогнозам IHS, количество подключенных интеллектуальных уличных светильников в 2022 году увеличится до 12 миллионов единиц. При этом совокупный годовой темп роста составит 40% по сравнению с 4 миллионами единиц в 2019 году. Сейчас строители телекоммуникационной инфраструктуры серьезно называют миллионы существующих уличных фонарных столбов в качестве будущих потенциальных перевозчиков микробазовых станций 5G, сказал Шен. Это сообщение из Китая. Использование опоры освещения для 5G станет основой для создания систем умного города. Такие решения позволят муниципалитетам собирать данные в реальном времени, передавать их в облако, управлять подключенными транспортными средствами, обеспечивать работу 5G Wi-Fi, контроль о качестве воздуха, реагирование на чрезвычайные ситуации и прочее, прочее, прочее. Столько заботы о гражданах, я даже умиляюсь. Остается только один вопрос. А кого из этих граждан спросили? А кому из нас нужен на улице умный фонарь? Лично мне бы без своей головы не остаться, поскольку из всего этого получается один вывод. Фонари делают с умными для того, чтобы мы совсем перестали думать. А еще оказывается, цитата, уличные фонари создадут своеобразный зонтик, который накроет современные города. Слышали, как написано в статье? Накроет. Крышка нам всем, ребята, если не одумаемся и не переедем в деревню. А если в деревню установят пару фонари, так всегда можно под покровом темноты из рогатки ликвидировать потенциального противника, чего совершенно не сделаешь в городе, где этой темноты практически не осталось. Я должен сказать вам, ребята, что 5G убийца. Я Марк Стилл, и для тех, кто со мной еще не знаком, я являюсь одним из ведущих мировых экспертов в области систем вооружения и дисплеев Head-Up. Я эксперт, потому что изобрел эти системы. Я хочу сказать вам прямо, пожалуйста, не верьте ни единому моему слову. Проведите собственное исследование. Результат вас шокирует. Система 5G — это система вооружения. Я могу сказать это потому, что знаю о системах вооружения больше всего на свете. Я хочу сказать вам прямо, пожалуйста, не верьте ни единому моему слову. В Англии, в северной части, называемой Гейтсит, живет ученый по имени Марк Стилл, который публично активно предупреждает людей о влиянии светодиодных уличных фонарей, которые, как он говорит, уже сейчас излучают 5G в Гейтсит. Я разговариваю с парнями, которые устанавливают эти опасные передатчики. Это нападение на общество. Это угроза для экономики, окружающей среды и человечества. Если эти передатчики повсюду, тогда все под угрозой. Есть много путаницы в том, что такое 5G. G означает поколение. Началось это в 80-х годах, с первого поколения передатчиком. Сначала 1G, затем 2G, и с изменением поколений мы стали замечать все более сложные сигнальные системы, более совершенные конструкции для антенн и так далее. Всегда было стремление к более объемной и быстрой передаче данных, но 5G – это нечто совершенно иное. Давайте посмотрим поближе и скажем, что это такое на самом деле. Это плата для передачи 5G. Это эти проклятые, незастрахованные передатчики. Взгляните внимательно. Вероятно, некоторые эксперты хотят узнать больше о передатчиках и чипах. Внимательно посмотрите, ребята. Это система управления, а это антенна с фазированной решеткой. Я хочу сказать вам прямо. Пожалуйста, не верьте ни единому моему слову. Вот эти чипы на нем. Знаете, что? Мы должны отправить некоторых возомнивших о себе образованных людей обратно в школу. Или в тюрьму. Что проще. Наверное, тюрьма лучше. Это люди 5G. Аппаратное обеспечение. 5G. 5G – это прежде всего локализация, так как большое количество передатчиков находится в непосредственной близости от людей. Они также являются нелегальными и незаконными станциями. Я имею в виду, что это очень сильные линзовые антенны, высокой частоты, что позволяет 5G создавать даже трехмерную карту вашего дома. Частота 868 МГц специально используется для наблюдения на поле боя, поскольку мегагерцовое излучение может легко проходить сквозь массивные бетонные стены. Это система захвата целей. Фазовая группировка антенн – это радиолокатор, который очень хорошо определяет цели на поле боя и переключается на них. Он также может и вас, как личность, атаковать как цель. Другими словами, каждый редактив, ведущий дело, каждый адвокат, каждый активист, имеющий дело с чем-то спорным, потенциально находится под угрозой. Эти антенны, установленные над светодиодными уличными фонарями, замаскированные под системы управления, на самом деле представляют собой боевые системы вооружения. Первая антенна с вазовой решеткой называлась «Мамонт». Она была построена немцами во время Второй мировой войны и использовалась для идентификации приближающихся самолетов, союзников. Естественно, с тех пор развитие шло полным ходом. Я измерил излучение от передатчиков, установленных над светодиодными фонарями, и оно оказалось намного выше, чем разрешено директивой ЕС. 600 милливольт. Я замерил в другом месте, и получилось 3000 милливольт. 5-6 раз больше, чем разрешено. Это в несколько раз больше, чем 200 милливольт, указанных в директиве ЕС и разрешенных в качестве максимальной нагрузки. В отчете в ее инициативе говорится, что цифры должны быть значительно ниже, но Европейский совет или Международный совет преступников установил 200 милливольт. Мои же измерения в спальнях достигали как минимум от 600 милливольт до 4000 милливольт. Значит ли это, что в 2020-2021 годах, когда должна быть введена в эксплуатацию сеть КГ глобально, можно будет измерять такие значения повсеместно? Везде, в любое время. Хуже этого. Хорошо, умные технологии. Смарт-четчики, смарт-атомобили, смарт-карты. Не такие же умные, да? Что значит смарт? Все, что получает термин смарт, означает секретные технологии для внедрения военного вооружения в жилых районах. Это означает умный. Каждая интеллектуальная технология была разработана либо для использования на поле боя, либо для наблюдения. Очевидно, что эти разработки должны быть коммерчески использованы, чтобы заставить людей забрать их в свои дома. Я хочу сказать вам прямо. Пожалуйста, не верьте ни единому моему слову. Не верьте ни единому моему слову. Народ, что молчите? Наверное, чемоданы уже пакуете. А куда бежать? Может, сразу в землю закапываетесь? Вам же сказал военный эксперт. Хана вам! Да и святой отрок на вас уже крест поставил. Конец света, однако. Ладно, я могу понять этого бородатого нетросля с его плоскими извилинами. Когда он додумался кувалдой светодиоды крошить, свято веря, что уничтожает военное оружие. Ну чем не обезьяна с гранатой? Но тут с высокой трибуны наисекретнейший конструктор всего передового электронного вооружения мамой клянется, что 5G вас уже заживо поглощает и уничтожает вас фонарный столб, заряженный самым смертоносным вооружением. Представляете, вот так облучат вас по самые помидоры, а вы проснетесь, и уже целый город сплошные зомби. И куда христианину податься? Этот стил или невероятно безнадежно тупой с зазомбированным мозгом или агент-провокатор неких организаций, в которых преднамеренно создают подобные бредовые вбросы, чтобы биомассу держать в постоянном страхе, ну а чтобы не быть голословным? Для тех, кто не разбираясь в электронике, верит всему на слово, особенно таким вещателям истины, я подробно проведу анализ всего этого электронного сверхсекретного хлама и докажу, что все сказанное этими долбодятлами является полнейшим маразмом. И вся эта истеричная паника является чей-то вбросовой провокацией, да обычный мобильник или домашний Wi-Fi наносит вашему организму и особенно мозгу в тысячи раз больше вреда, чем какой-то фонарный столб с дистанционным выключателем, в котором нет вообще никаких датчиков, тем более датчиков слежения и некого умного управления. Я очень попрошу тех, кто разбирается в электронике, поймать меня хоть на малейшем несоответствии моего реального анализа. Этот провокатор ведет свою подрывную деятельность с марта месяца этого года, наплодив кучу роликов с электронными внутренностями различных фонарных столбов. Вполне достаточно, чтобы улечить его во лжи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова